В Элисте прошла творческая гостиная «Зурачи», объединившая деятели различных сфер искусств в одном месте. Национальный оркестр Республики Калмыкия – начинающие рэперы, художники, актеры, режиссеры, дизайнеры и просто любители искусства. Концентрация творческих людей на квадратный метр была повышенной. Гостиная «Зурачи» – это одно из направлений проекта, который стартовал в январе 2021 года. В рамках этого проекта у нас создалось несколько направлений. Одно из направлений является гостиная. Цель ее – коллаборация, открытие новых имен, где на одной площадке могут работать, творить художники, актеры, режиссеры. Сегодня у нас Национальный оркестр Калмыкии. Огромное им спасибо, где они делают такую уникальную коллаборацию с молодым рэп-артистом Донзаном Аксеновым. Я думаю, это очень интересно и вдохновляюще. Программа «Гостиная «Зурачи»» отличается тем, что все коллаборации, номера, они все абсолютно премьерные. И это можно увидеть только в рамках «Гостиная «Зурачи». «Зурачи» – проект, стартовавший в январе прошлого года при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия, главной целью которого является популяризация творчества калмыцких художников, скульпторов, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Одно из направлений – гостиная, которую смело можно считать новым явлением в жизни культурных мероприятий Калмыкии. Прежде эта площадка, объединяющая деятелей искусства и помогающая создавать различные коллаборации. Эта коллаборация не случайна, и мы с удовольствием откликнулись. Это, прежде всего, нужно для популяризации нашего искусства, национального искусства среди молодежи, молодежной среде, потому что рэп – это больше молодежное искусство, при всем, конечно, уважении. В основном молодежь слушает, и приятно, что нас увидит, нас услышит, и, возможно, в дальнейшем какие-то произойдут новые коллаборации, другие молодые люди обратят внимание, может быть, с других жанров. Есть много различных жанров – рок, блюз, джаз и так далее. И все это возможно с народной музыкой, потому что вся музыка исходит из народа. Подготовка происходила, в принципе, очень довольно легко, потому что оркестр – это профессиональные музыканты. Они быстро подстроились под меня, а мне, в принципе, ничего не оставалось. То же самое исполнили такой же трек, который я написал, только уже под инструментал вместе с оркестром. Трек о Калмыкии, о проблемах нашей молодежи, о проблемах нашего народа, как алкоголь, сигареты, многочисленные драки, которые хотелось бы сократить намного больше, чтобы в нашем городе, в нашем народе просветал мир, порядок, чтобы уже в дальнейшем мы могли все сотрудничать друг с другом, и не было междоусобиц различных. В рамках мероприятия также прошел мастер-класс от народного художника Калмыкии Александра Паваева. Гостям раздали деревянные мольберты и дощечки. Заявленная тема – абстракция. В атмосфере творчества были созданы работы и тут же отданы на подпись мастеру, который исполнил ее на старокалмыцкой письменности Тодо Бичик. Сейчас мы больше рисуем, делаем картины, но картины, конечно, разные. Есть такие, которые для себя, как бы для лучшего творчества, для большего творчества в ней. Но в основном, конечно, мы стали, не мы, а мы и зрители, жители стали относиться к изобразительному искусству лучше. За год работы проекта было продано свыше 90 картин. Организована постоянная выставка, а также выездные работы калмыцких художников успели побывать в Малых Дербетах и Кибуруле. Не забыт ни один художник в нашей республике. Подняты все имена наших старых художников, ветеранов, наших зурачей. И открываются новые имена художников. Это же здорово, это искусство. А сейчас, когда Виктория организовала еще и проект «Зурачи» по всей республике, передвижная выставка по всем районам, охвачена вся республика, охвачены все люди. Им доступно это искусство и художник. Это здорово. «Зурачи» – амбициозный проект, открывающий новые имена и помогающий сохранить богатое калмыцкое наследие. Продолжение следует...